Итак, сейчас я расскажу, как подготовить свое рабочее пространство для работы с кодом Synfig Studio. Первое, что нам понадобится, это сцедить исходники Synfig Studio. Их мы берем на GitHub, все исходники у нас сейчас на GitHub. И, значит, вот у меня уже есть репозиторий сцеженный. И после того, как мы их сцедили, нам нужно их собрать. Собрать для того, чтобы у нас была первая хотя бы версия собранная. Потом мы ее будем модифицировать и собирать, но хотя бы первый раз надо собрать. Этот процесс у нас автоматизирован. У нас есть специальная папка autobuild. Там есть скрипт Synfig Studio Linux Build.sh. Вот, его мы, значит, запустим, и тогда все соберется. Но, обратите внимание, прежде чем запускать этот скрипт, вот у меня тут есть специальный файл Synfig Studio. DefizBuild.conf. Его в репозиторий нету, поэтому вы должны просто создать его самостоятельно. И, значит, в нем должна находиться всего одна строчка debug равно 1. Это указывает скрипту собирать исходники с включенным параметром debug, чтобы мы впоследствии могли пользоваться дебаггером для отладки программы. Значит, ну, файл у меня уже создан, поэтому я просто запускаю терминал. И запускаю, значит, прямо из этого каталога скрипт сборки. При этом скрипт автоматически проверяет все необходимые пакеты, если у вас Fedora или Ubuntu или что-то близкое к этому, и их предлагают установить. Но так как у меня все установлено, я просто пароль рута не буду указывать. Просто пропущу. Он и так будет нормально. Значит, пойдет компиляция. Значит, как происходит компиляция? Synfig Studio состоит из трех компонентов. Это ETL, там в основном заголовочные файлы. Вряд ли вы их будете редактировать. Synfig Core это консоль. Консоль, ну, в общем, ядро Synfig. И Synfig Studio это графический интерфейс. Значит, собираются они все по очереди. Сначала ETL, потом Synfig Core, который зависит от ETL, и Synfig Studio, который зависит от Synfig Core. Значит, собирается все по умолчанию. Ну, после того, как все собирается, оно проинсталируется в вашу домашнюю папку. У вас там будет... Так. Ну, я прерву, потому что у меня уже все собрано. Окей. Вот, предположим, что у нас уже все собралось, и тогда у вас будет в домашнем каталоге папка Synfig, куда все как раз и установилось. Значит, чтобы запустить, мы, соответственно, должны указать полный путь. К бинарнику. Это, значит, домашняя папка Synfig Studio. Вот у нас, значит, собранная версия Synfig Studio, собранная вместе с... Вот, где-то тут должно быть указано дебаг. С флагами дебаг. И это очень важно, потому что мы будем активно во время разработки пользоваться дебаггером. Вот. Значит... Вот мы и собрали. После этого, предположим, мы, значит... Изменили какую-то часть кода. Значит, если мы изменяем код в Synfig Core, то нам после этого нужно будет пересобрать и Synfig Core, и Synfig Studio, чтобы посмотреть наши изменения. Если мы изменяли только Synfig Studio, то, соответственно, достаточно пересобрать только папку Synfig Studio. Для этого я обычно держу открытыми две вкладки в терминале. Одна из них Synfig Core, другая Synfig Studio. И, значит, если вот мы сделали изменения, хотим посмотреть, что у нас получилось, например, сделали изменения в Synfig Core, то мы сначала собираем Synfig Core, make install, сразу собираем и инсталируем. Вот. Ну, предположим, в общем, оно собралось. Вот. И после того, как пересобрали Synfig Core, пересобираем Synfig Studio. Ну, типа, пересобралось, и после этого мы можем уже проверять вот наши изменения, если все, конечно, прошло успешно. Вот такая вот схема. Напоминаю, что если вы изменяли код только в Synfig Studio, то пересобираем только Synfig Studio, и это занимает гораздо меньше времени. На этом, пожалуй, вот базовая вводная часть у нас заканчивается. А дальше я буду рассказывать, значит, об использовании IDE. То есть, есть, конечно, хардкорные программеры, которые считают, что Linux сам по себе это уже IDE, и, в общем, или там им достаточно и Макса. Я не настолько крут, вот, поэтому я пользуюсь, значит, обычной IDE для простых смертных. В общем, мне удобнее всего пользоваться Анютой. Вот она у меня здесь инсталлирована. Значит, неважно, используете вы IDE или нет, вот этот первый шаг с выполнением скрипта из автобилда вам все равно придется выполнять и создавать вот этот файл Synfig Studio Build Conf с флагом Debug. То есть, это все равно все нужно. Вот. Ну, а дальше вот это уже пересборка, она и работа с кодом найдет немножко по-другому. Значит, во-первых, то есть, ну, запустим, опс, у меня уже тут все открыто, но предположим, что у нас тут так, наверное, нужно закрыть все. Как тут, Close Project. Файлы, наверное, нужно закрыть. Ой, как все страшно. Вот, типа, все с нуля. Вот. И у нас и для Synfig Core и для Synfig Studio есть два отдельных проекта, уже которые находятся в каталоге с исходниками, они уже в репозитории. Поэтому мы сначала открываем Synfig Synfig Core. Значит, где у меня там репозиторий? здесь. Вот, мы сначала открываем проект из Synfig Core. Это это, это, это Synfig Core и они там. Открываем. Вот. И затем открываем второй проект, он у нас в Synfig Studio лежит, естественно, называется Synfig Studio Newton. Вот он. Что-то он ругается, еще не может открыть. Что, само по себе странно. Ничего страшного. Может, у вас тоже ругаться будет. Главное, что вот у нас тут все файлы есть. Вот. Можем там сделать поиск. Переход. Быстрый поиск функций. Это очень удобно. Там, например, review там или open. В общем-то, все это он находит. Вот. Значит, это очень удобно. Дальше. Первое, что нам нужно сделать, это научиться... Чем мне нравится вообще эта идея, это в том, что у нее там есть интеграция с дебаггером. Вот. С дебаггером gdb. Если у вас нет, нужно поставить. Вот. Значит, первое, что вам нужно будет сделать, причем вы начнете работать, это сделать небольшую настройку. Дело в том, что вот тут есть пункт меню Run Debug Program, но, скорее всего, он у вас не сработает. Потому что вот там есть такая штука, вот Program Parameters. Вот видите, тут указан путь к бинарнику. Вот. И он, к огромному сожалению, содержит... Вообще, как-то так интересно. Наверное, как-то не так открыл. В общем, его нужно заменить на путь к бинарнику в вашем домашнем каталоге. То есть, это... Так, где он там? Synfig. Bin. Synfig Studio. Что-то вроде этого. Ну, имя пользователя у вас наверняка будет другое. Очень вероятно. Поэтому, вот что-то должно быть что-то вроде этого. Нажать апплим. Вот. После этого вы сможете ее спокойно запускать. Убирать Run Debug Program. И она, значит, запускается в дебагере. Вот. И... Угу. Ну, что-то пустяк. Вот. Мы сейчас попробуем ее как-нибудь повесить. Эту... Значит, программку. Значит, что мы делаем? А, ну, какой есть известный способ повесить? Play нажать, потом на паузу. нажать Ctrl-S. О! Даже Ctrl просто нажал, она уже повисла. Прелесть какая. Вот мы можем посмотреть стек. Ну, в данном случае нам это особо ничего не даст, потому что висит где-то на уровне библиотек системных. вот у меня дебаг-нфо-пакета не установлено на этой машине. Но, тем не менее, можно там что-то посмотреть. Вот. Перескочить. Вот. Ну, в общем, это очень хорошо для отлаживания там зависаний и так далее. Есть всякие вочи. Вот. И тому подобное. Вот. Также можно ставить брейкпоинты. Брейкпоинты. Сейчас что-нибудь куда-нибудь поставим. Ну, что-нибудь что у нас тут есть? Ну, сейф, например. Сейф ас. Что еще есть? О, сет файл нейм. Вот. когда сейф сделает операцию изменяет имя файла. Поэтому мы сделаем toggle breakpoint в этом месте и запустим еще раз. Запустился. Файл сейф раз. Какое-нибудь такое имя. Создадим. Вот. Он спрашивает yes. И все. Вот он пристает реагировать. Программа приостановлена. Значит. Вот мы можем тут смотреть стэк вызова. Переходить на нужные линии. Смотреть в отче. то есть какие перемены имеют какие значения. Очень удобно. Ну, типичный дебаггер. В общем, все достаточно культурно. Вот. Ну, естественно, выполнять пошагово. Вот. Ну, и возобновлять работу программы. Вот. Ну, вообще просто прелесть. Так. Ладно. Это хорошо. Это с запуском. Мы разобрались с... Теперь как с пересборкой. Вот вы поменяли исходники. Вы заметили, что я открыл два проекта Synfig Core и Synfig Studio. Так вот, вы можете точно так же пересобирать их через терминал, как в MakeInstall, как я показывал до этого. Но я предпочитаю пересобирать их вот здесь прямо. А почему? А потому, что... Вот, смотрите. Это проще показать. Значит, предположим, мы в Synfig Core что-то поменяли. Нужно пересобрать и Core и Studio. Build Install Project. Значит, что-то собирает, собирает, собирает. где же варнинги? Должны варнинги появиться. Вот, варнинги появились. Варнинги или ошибки, вот они, когда появляются, на них можно два раза щелкнуть и пойти к нужному месту в коде. И это вот как раз очень удобно. То есть, за что я и люблю делать подсборку именно здесь. Ладно, отменим. И то же самое здесь. Build Install Project. То же самое он сделает здесь. Если он вываливается на какой-то ошибке, то по сообщению можно дважды кликнуть и все значит очень культурно переводит вас к тому месту, на которое он последний раз ругнулся. Ну, в общем, вот использование такой DS существенно упрощает и ускоряет процесс работы даже для таких простых смертных, как мы.